Друзья, всем привет! Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Текущая цена биткоина, ну здесь есть некая волатильность, плюс-минус 38,5 тысяч долларов. С предыдущего выпуска опять мы с вами отработали по красоте, у нас актив прошел за уровень 40 тысяч долларов. Соответственно, получил продавца плюс-минус там в зоне 41-42 тысячи долларов. Если точнее, то, ну, 41,5 тысяча. Мы с вами в прошлом выпуске это как раз разбирали. Ну и сейчас, соответственно, мы с вами возвращаемся в канал. Мы пробили уже довольно важные сопротивления. Ну и должны понять, что будет дальше. В локалку и в сильнее срок. Свой шорт по биткоину я держу. Здесь абсолютно никоим образом за него не переживаю. С утра проверял степень маржинального риска. Там было что-то 1,57 или 1,59, что совсем немного. То есть запас до ликвидации, ну просто огромный. Также огромное количество сопротивлений выше. И, ну, очень благоприятная ситуация для продолжения удержания этой сделки. Также, соответственно, мы с вами разберем ситуацию по эфириуму. Хотя она, ну, не шибко интересная. Здесь интересная ситуация по реплу. То есть, соответственно, как круто снесли стопы. И, ну, опять, ну, вот в очередной раз мы с вами это обсуждали. Оно так и произошло. То есть в очередной раз мы получили с вами за долларом продавца. Продавца довольно мощного. Что показывает высокую степень страха. И отсутствие какой-либо эйфории на этом рынке. Ладно, затягивать не будем. Я вам напоминаю то, что в описании вы всегда найдете ссылочку на мой бесплатный телеграм-канал, где я всегда делюсь своими сделками. Добро пожаловать на график. Мы с вами начинаем. Ну так, ситуацию мы с вами начнем с биткоина. Давайте сразу... А, я, кстати, хотел бы напомнить, разумеется, не забывайте делиться своими комментариями. И не забывайте подписываться на канал. Ну и лайки ставьте. Вот так вот. Все, начнем обзор ситуации с биткоина. Думаю, пока на 4 часа нам с вами рано. Рассматривали вот это восходящее движение. Как раз плюс-минус здесь по 4... По 40 тысяч 850 долларов я набрал шорт. Здесь получили резкого продавца. Что очень важно. После возвращения в консолидации начали наблюдать нисходящее движение с понижающимися хаями. Что это нам... Что это показывает нам? Сразу прыгаем на 4 часа и вспоминаем вот про этот канал. Отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги. Это bull.eth.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынках крипты в день. На этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 8 эфиров и получаю ежедневно по 9% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. И вспоминаем вот про этот канал. Соответственно, мы с вами прошли, ну, во-первых, получили продавца опять вот от уровня хая канала. Но что есть важнее, мы прошли с вами вот этот вот уровень сопротивления. То есть, если мы с вами смотрим локалку, вероятнее всего сейчас на проходе, мы с вами будем наблюдать восходящее движение на ретест. Но далее, с довольно большой степенью вероятности, мы с вами будем продолжать наблюдать восходящее движение. Как минимум, середину канала. Середина канала – это плюс-минус 36-37 тысяч долларов. Это зона, которую я ожидаю с довольно большой вероятностью. Туда мы должны прийти. Оттуда уже буду смотреть. На данный момент мой шорт по биткоину в плюсе что-то типа там на 5 или на 6%. Ну, я думаю, здесь можно будет забрать более интересные значения. Посмотрим, как себя будет вести актив непосредственно здесь. Это самый важный такой уровень. Но, скажу вам честно, если смотреть чуть-чуть более глобально, я все-таки думаю, что мы все это дело будем пробивать. Как минимум, двигаться к нижней границе. Это уровень там плюс-минус 32 тысяч долларов. А в идеале мы уйдем на ретест. Ну, а дальше уже глобалка. То, что я неоднократно обозначал, что касается глобалки, уходим на дневки. Давай грузим мне дневочки. Так, что-то у нас бинанс притормаживает. Это явно не у меня интернет и не цеминал. Что-то какая-то беда с бинансом. Что, кстати, на самом деле довольно редко. Но, в любом случае, мы с вами открыли дневные таймфреймы. И в очередной раз обозначаю вам вот этот вот очень важный хайп. Мы его отработали. Мы с вами это обозначали в предыдущих выпусках. И я думаю, отработка здесь будет более серьезная. Какого плана я здесь жду отработку как минимум в средний срок? Я считаю, наверное, это будет в часах на четырех видно. Ой, ну что-то прям бинанс нас... Опа! Максимально расстраивает. Вот такого плана. То есть мы с вами отыграли вершину, получили нескольчие движения, получили ретест. Соответственно, видите, здесь еще со сквизом. Кстати, это давайте тоже не будем выбивать из головы. Вполне может такое быть, что еще дадут, что сквизанут уровень сопротивления, потом пойдут на нисходящее движение. И дальше, соответственно, полноценное нисходящее разгрузочное движение. В данном канале я считаю, что это наиболее вероятный вариант развития событий. Что касается ситуации по эфириуму. Эфир у нас пока стоит, но что очень важно? Ну, во-первых, смена тренда. Во-вторых, не забывайте, что актив на данный момент, ну, крайне перекуплен. Текущая стоимость актива все равно слишком высока. Я вам напоминаю про уровни 1700 долларов, 1750 долларов. И это уровень поддержки не самый мощный. И дальше мощный уровень поддержки это 1350. Поэтому, я думаю, если и когда, вероятнее всего, так и будет. Когда мы будем пробивать с вами этот канал, очень мощные нисходящее движение будем наблюдать. Поэтому пока что не обольщайтесь, то, что эфир здесь держится как-то очень мощно. И дальше пойдет верхняя текущая информация. Движение в исходящем формате, ну, оно супер редкое. То есть, это против правил теханализа. Очень высока вероятность то, что мы будем повторять формат биткоина с выносом стопопа и дальше в мощнейшее нисходящее движение. По крайней мере, ситуацию по эфириуму я рассматриваю следующим образом. Что мне понравилось по реклу. Давайте выйдем на мелкий таймпрейм, на часовике. Плюс-минус вот здесь вот как раз проводили мы предыдущие выпуски. Я сказал, очень сильно поджимает продавец. И максимальный запас по движению доллар 10 и доллар 20. Соответственно, от силы сопротивлений. Но, как видите, уже на тех продажах, а те продажи были не самые мощные. Я не помню, какой был объем, но он не самый большой был. И даже на не самом большом объеме, видите, как нам вынесли людям позиции. Сейчас наблюдаем исходящее движение, что нам показывает высокая вероятность возврата в рамках канала к нижней его границе. Это 78, 75, 78 центов. Дальше напоминаю вам то, что есть уровень поддержки на 63. И с текущей ситуацией, если мы рассматриваем это все дело глобально, очень велика вероятность сноса всех этих позиций. С текущей ситуацией вообще очень похожа на биткоин, когда он торговался у нас в районе 6,5-7 тысяч долларов. А потом, когда нас опустили до трех. А учитывая то, что здесь эти уровни поддержки, они ярко выражены и довольно мощные. Плюс здесь явная паника покупателя. Ну, не паника покупателя, скажем так. Явные опасения покупателей. То есть, на каждом каком-то уровне пробоя у нас с вами вылезает довольно большой продавец. То есть, стоит не обольщаться. С высокой вероятностью не стоит здесь обольщаться, что здесь будет какое-то супермощное восходящее движение. Вероятнее всего, цель нашего движения как минимум 41-45 центов. Поэтому как-то так. Да, еще что касается биткоина. Соответственно, меня постоянно спрашивают, какая у меня цель здесь. Моя цель по биткоину идеальная. Пока что идеальная цель. Это, конечно, где-то плюс-минус 32 тысячи долларов. Если будет какое-то более мощное движение взрывное, может быть, я и поддержу эту позицию. Но пока что я все-таки рассматриваю нижнюю границу этого канала. Это будет крутой процент доходности. Сейчас уже довольно неплохо, я в плюсе. Но это будет вообще топчик. К этому мы с вами вернемся, как вот раньше мы в последние сделки были, когда были по 100% плюсом. Здесь, конечно, такого не будет, но это уже будут такие ощутимые, значимые сделки. Я, кстати, напоминаю вам, поддержите видос лайками, чтобы он продвигался. И если не подписаны на канал, подписывайтесь, потому что все-таки я стараюсь с вами делиться максимально полезной, актуальной инвой. По крайней мере, я торгую очень много лет. И я ничего от вас не скрываю. Я, вот я говорю, все как есть, с жестким соотношением риска и прибыли. Но давайте подводить итоги. Вводя итоги, хотел бы обозначить, что в очередной раз не понимаю, откуда у меня появляются в комментариях ребята, которые говорят, что да какой у нас сейчас восходящий тренд. И чуть ли восходящий тренд глобально рисуют не с 4 тысяч долларов. Но так возможно он оттуда и пошел, этот восходящий тренд, только его поломали сейчас. И то, что сейчас поломали, получили... Помимо того, что мы его поломали, мы получили подтверждение, сейчас получаем максимальное четкое нисходящее движение. И вероятность на то, что мы с этого движения будем сейчас уходить куда-то опять к уровню 60 тысяч, она крайне низкая. Я понимаю, я все прекрасно понимаю, 60, 70, 100 тысяч долларов. Я, наверное, уверен даже, что эти значения мы с вами рано или поздно получим. И я буду жестко закупаться, когда посчитаю, что мы нашли дно. Я буду формировать портфель инвестиционный, потому что раньше я это делал, потом как-то у меня весь инвестиционный портфель переполз в трейдинг. И я не хочу сейчас повторять того, что было раньше. Я все-таки сформирую этот инвестиционный портфель и его положу на больший срок. С прошлого инвестиционного портфеля я охрененно заработал, но хотелось бы еще интереснее. Но явно не сейчас мы с вами наблюдаем вот это вот «но». Нет, нет, друзья, я скажу за себя. Вот лично за себя я больше, чем уверен, что туда-сюда возюхать нас будут еще довольно долго. Еще будет несколько дампов, довольно мощных, будут утаптывать. Пока они начнут, говорят, что все, вот теперь крипта точно схлопнулась. Пока они нам не покажут длительную фазу накопления, хотя бы там месяца-полтора. Очень маловероятно то, что мы будем там наблюдать какие-то супермощные восходящие движения. Поэтому пока что я работаю в соотношении риск-прибыль, набирая там более-менее хорошие шарты с хорошим соотношением, с хорошим набором стопов и тому подобное. Но рассматривать здесь лонг я пока не готов. Не потому что я там все время топлю за то, что биткоин упадет. Когда он растет, когда есть потенциал роста, я говорю, что есть потенциал роста. Когда там был потенциал роста на репли, я, извините, репли набирал, хорошо на нем заработал. Когда был потенциал роста на доги, я также доги набирал, хорошо на этом заработал. Когда был потенциал роста на Zcash, также набрали Zcash, на нем заработали. Сейчас на шорт, вот шорт я там собрал, по эфирному шорт собрал. Сейчас вот биткоин. Хотел бы, конечно, еще раз прокатиться через шорт эфириума, потому что здесь все-таки потенциал круче, здесь только движение, нисходящее в 50%, но и на X3, за вычетом всех комиссий и нюансов, посчитайте, сколько можно было бы потенциально заработать на эфириуме. Конечно, меньше, чем на биткоине. Но биткоин пока что дает наиболее вероятное движение, и пока что это подтверждается. Когда будет возможность, например, перепрыгнуть в эфириум, я не исключаю же, что я, может быть, закрою также этот биткоин в 5 или в 10%, не дожидаясь полностью до конца этого нисходящего движения и перепрыгну в тот же эфириум, также наберу шорт, потому что там также хватает уровней стопов, и там также будет довольно хороший запас по ликвидации. И в очередной раз я вам напоминаю то, что я это все буду описывать в своем бесплатном телеграм-канале, ссылочку на который вы всегда сможете найти в описании. Надежный проект, которым я зарабатываю по 9% прибыли в день, ссылка на проект в описании под роликом. Если мой выпуск был вам полезен, поддержите его лайками, свои мысли оставляйте в комментариях. Если не подписан на канал, самое время подписаться. До следующего выпуска, друзья. Работаем!